В Таджикистане произошло нападение на погранзаставу. Таджикистские заключенные в российской колонии объявили голодовку. В ночь на 6 ноября в 3.20 по местному времени в 60 километрах от столицы Таджикистана произошел один из самых громких инцидентов за последнее время в регионе. По данным Государственного комитета национальной безопасности ГКНБ Таджикистана, 20 вооруженных людей в масках атаковали пограничную заставу Ишкабот на границе с Узбекистаном, подъехав к ней на четырех машинах. По версии властей, нападавшие на погранзаставу захватили пять автоматов Калашникова. В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находившиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 задержаны. Погибли пограничник и сотрудник милиции, сообщает погранслужба. Лица, совершившие нападение на пограничную заставу, были боевиками группировки «Исламское государство», сообщил в среду пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана. По словам ведомства, в ходе допроса задержанных выяснилось, что так называемые боевики проникли 3 ноября в Кубудьонский район Таджикистана со стороны уезда Калаизол, провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана. Некоторые источники сообщают, что среди нападавших были и женщины. МВД Таджикистана сообщило, что в ходе операции было уничтожено четыре автомашины, на которых так называемые боевики якобы пытались скрыться. На фотографиях, опубликованных на сайте МВД Таджикистана, отчетливо видны номерные знаки двух из четырех автомашин – Мазды 9336НН-01, а у Опеля начало номерных знаков прикрыто отвалившейся решеткой радиатора. Однако номер региона виден, также 0-1. Кроме того, на фотографиях один из убитых так называемых боевиков лежит лицом к земле, а его руки скованы за спиной наручниками. Примечательно, что данные фотографии почти сразу после публикации исчезли с официального сайта правоохранительного ведомства. Другие детали и подробности произошедшего также вызвали у наблюдателей сомнения в официальной версии произошедшего. Группировка «Исламское государство» до сих пор не подтвердила свою причастность к этому так называемому нападению. Расстояние между точкой пересечения Афганно-Таджикской границы и подвергшейся нападению погранзаставой составляет более 100 километров. Как группа из 20 человек могла преодолеть такое расстояние без каких-либо препятствий, минуя несколько постов, остается для всех загадкой. Также стоит отметить, что автомобильного пункта пропуска в том районе нет. За заставой находится горный хребет, по которому проходит граница между двумя странами. Известный политолог и эксперт портала «Фергана.ру» Аркадий Дубнов также высказал сомнения по поводу официальной версии. «Терпеть не могу конспирологические теории, но есть серьезные сомнения, что это были боевики ИГ», сообщил газетекоммерсант Аркадий Дубнов. Во-первых, само ИГ этого не подтверждает. Во-вторых, что это за боевики, которые позволили перестрелять себя как цыплят, хотя ранее сумели безнаказанно пересечь границу и проехать больше сотни километров до заставы, при этом они были в масках, хотя за последние годы ни одна атака в регионе не совершалась в масках. У меня ощущение, что это какие-то заключенные, которых отправили на такое дело. Зная непрофессионализм и цинизм таджикских силовиков, можно предположить все, что угодно, считает специалист по Центральной Азии. На своей странице в Facebook Дубнов пишет. Обострение произошло спустя неделю после визитов в Таджикистан и Узбекистан секретаря Совета Безопасности России Патрушева, обсуждавшего вызовы и угрозы безопасности в регионе и в соседнем Афганистане. И вот вызовы тут как тут. Силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. Следует напомнить, что тема угрозы вторжения в страны Центральной Азии и каких-то боевиков с территории Афганистана муссируется России на протяжении нескольких лет для того, чтобы оправдать дальнейшую военную интервенцию в регион, в частности в Таджикистан, где, кстати говоря, уже и так расквартированы две ее военные базы, одна из которых находится практически в столице страны. 16 октября Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение о порядке формирования и применения совместных групп специалистов, экспертов, пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности на внешних границах в некоторых бывших советских государствах. Зенитно-ракетный дивизион С-300 прибыл сюда железнодорожным транспортом. Также в конце октября стало известно об отправке России комплекта зенитно-ракетных систем С-300ПС в Таджикистан для прикрытия своей военной базы и противовоздушной обороны. В подготовительных мероприятиях зенитно-ракетный дивизион заступает на опытные обороны. Около 70 таджикских заключенных с 1 ноября объявили голодовку в колонии номер 7 в Мордовии. С требованиями по улучшению условий содержания и прекращению издевательств над заключенными. Об этом пишет портал Ахбор. За последние 5 месяцев это уже второй раз, когда заключенные, в том числе уроженцы Таджикистана, прибегают к такой крайней мере протеста в этой колонии. По словам родственников, некоторые заключенные 7-й колонии, расположенные в поселке Сосновка, Зубово-Поляновского района, что после прихода нового начальника Сергушкина был введен очень жесткий режим. Отметим, что в российских колониях ущемление прав мусульман стало систематическим. В некоторых колониях на мусульман оказывается давление, как психологическое, так и физическое. Им не разрешают своевременно совершать намазы, держать пост и заставляют их есть свинину. Кроме того, большинство осужденных за религиозные статьи содержатся в изоляции от других заключенных. Сусольки бегут. Сусольки, вот это надо. Сусольки бегут. Курок передвижения. Вот это надо, да? Это надо потратить. Редактор субтитров А.Семкин